Традиционно с приходом весны в Киеве открывается большой скульптурный салон. В этом году, помимо работ современных скульпторов, представлена новая коллекция каменных баб, одна из крупнейших в Европе. Этот памятник назвали кирнесовским идолом. Ему около 5000 лет, и по рисункам на нем можно узнать, чем занимались наши предки и во что верили. А если мы посмотрим со спины, то это целая философия протоарии, в которой считали, что Земля и космос соединены. И вот по этому столбу идет живительный сок из космоса в Землю, из Земли людям. Ветки, которые опускаются вниз, по представлению многих ученых, это прошлое. Ветки, поднимающиеся вверх, это будущее. И два великих светила со спины – Луна и Солнце. Помимо каменных баб, здесь еще и каменные мужики. Их можно отличить по головным уборам. В основном это шлемы. Да и формы у этих статуй не такие пышные. Одну из таких баб министр культуры Василий Вавкун хотел бы видеть в центре Киева. «Мы восхищаемся той простотой и тем модерном, которые оставили нам наши предки». Кроме этого, он говорит, были бы деньги, и все макеты Анатолия Куща стали бы памятниками. По Украине уже стоит более 60 работ мастера. Обелиск на площади независимости – тоже творение скульптора. Он еще от мэра выговор получил, что дочь свою изобразил. «Мне Сан Саныч сказал, за мои деньги ты увековечиваешь свою дочку. Поэтому мне пришлось в верхней фигуре немного изменить лицо. А внизу сделала один в один. Это моя дочка. Но я ему не говорил». На этот раз дочь позировала для Лыбеди, одной из основательниц Киева. Хариф Самкущ, свои 33 года. Ащек – друг автора, искусствовед, академик Федорук. Соприкоснуться с прекрасным пришли и первые лица страны. Хотя признаются, в сфере скульптур они не эксперты. «Несмотря на то, что они холодные, от них идет ощущение эпохи, которое должно давать силы. Впечатляет, такой выставки скульптур ни в одном музее еще представлено не было». «Я знаю, насколько сложно собрать коллекции, насколько трудно свести все, потому что в свое время все было разобрано и распродано. все в разные руки попало. Я просто восхищаюсь». «Украинцы в отношении воплощения своих идей очень талантливые люди. Эта выставка впечатлила меня и во многом напомнила Париж, Лондон, Нью-Йорк». Большой скульптурный салон проводится в Центральном выставочном зале «Украинский дом» в третий раз. За эти годы он уже стал одним из самых крупных событий в культурной жизни столицы. NTD. Киев. Украина.